10 тревожных сигналов вашего тела, которые нельзя игнорировать. Наше тело. Оно у нас одно единственное и должно служить нам как можно дольше. Никаких заморочек, правда? Наш организм может сообщать нам, когда он счастлив, когда ему грустно и когда ему срочно требуется помощь. Есть такие сигналы, которые просто нельзя игнорировать. Уверен, что о некоторых из них вы даже не подозревали. Если вы заметили какой-либо из этих признаков у себя, то что-то явно не так. Непременно сходите к врачу, чтобы хорошенько во всем разобраться. Лучше принять меры заранее, чем потом жалеть. Номер один. Розовые ступни. Обычно наши ступни примерно такого же цвета, как и остальное тело, даже если мы балуем свою кожу специальными кремами для ног. Косметическое средство может сделать ваши ступни мягкими и гладкими, но оно не должно менять их цвет. В следующий раз, сняв обувь, не забудьте взглянуть на свои ступни. Они и правда выглядят розовыми? Кожа на них тонкая и покрыта складками? Пятки стали жесткими и болят при ощупывании? Если это так, то вам не помешает сдать анализ крови, чтобы проверить уровень сахара. Обесцвеченные проблемные ступни могут означать нарушение метаболизма, например, диабет. К какому врачу следует обратиться? К эндокринологу. Он проверит содержание сахара и гормонов в крови. Номер два. Дискомфорт во время объятий. Кто из нас не любит обнимашки? Однако мало кому нравится чувствовать себя связанным или раздавленным. Хотя, конечно, вкусы бывают разные. Вас кто-то обнял, и вам кажется, что объятия получились слишком сильными и жесткими, хотя ничего этого не предвещало? У вас бывает ощущение, что ваша талия, ноги и другие части тела стянуты веревками или цепями. В таком случае речь может идти о признаках рассеянного склероза. Тоже относятся к неприятным ощущениям в ногах и руках, словно вы носите невидимую обувь или перчатки. Это еще один тревожный сигнал. Подобные симптомы могут слегка раздражать, а могут и вызывать сильную боль. В любом случае их нельзя оставлять без внимания. Обратитесь к неврологу как можно скорее. Рассеянный склероз – это заболевание, которое поражает нервы. Чем быстрее его удастся диагностировать, тем лучше. Номер 3. Редеющие брови. На протяжении истории тонкие брови пользовались особой популярностью в некоторых культурах. В то же время отдельные люди всегда предпочитали толстые, густые брови. Выщипывание и укладка бровей – отличный способ сделать дерзкое модное заявление. Но если вы заметили, что ваши брови редеют без какого-либо вмешательства пинцета, то следует обратиться к врачу. Это может быть одним из симптомов гипотиреоза – состояние, вызывающего чувство усталости, запоры, депрессию и увеличение веса. Гипотиреоз особенно опасен для беременных женщин. Он может привести к задержкам развития плода и врожденным дефектам. К какому врачу следует обратиться? К эндокринологу. Он проверит баланс гормонов щитовидной железы. Номер 4. Опухшие пальцы ног. Давайте снова поговорим о ногах, которые и впрямь могут рассказать очень многое о нашем теле. Взгляните на свои ступни. Если пальцы ног потолстели, опухли и стали похожими на сосиски, непременно покажетесь врачу. Эти изменения могут говорить о псориатическом артрите, недуге, приводящем к болям и повреждению кожи. Запишитесь на прием к дерматологу или ревматологу. Специалист проверит вас на наличие заболевания и выпишет лекарства, которые быстро поставят вас на ноги. Интересный факт – пальцы ног могут казаться пережитком эволюции, который нам больше не нужен. Но вряд ли они исчезнут в ближайшем будущем. Даже мизинцы на ногах имеют свое предназначение. Они помогают нам держать равновесие во время ходьбы и бега. Наш вид избавился бы от пальцев ног в одном единственном случае, если бы они активно мешали выживанию. У эволюции есть другие дела, помимо удаления неудобных или бесполезных частей тела. Если бы она этим занималась, у нас давно не было бы аппендикса. Номер пять. Потеря аппетита. Все мы должны есть, даже когда сидим на диете. Если вы мечтаете сбросить лишние килограммы, снижение аппетита может показаться большой удачей. Однако подождите радоваться. Если у вас внезапно пропал аппетит и вы начали терять в весе, возможно нарушение обмена веществ. Это может быть генетическим расстройством или следствием долгого периода неправильного питания. Если же все это сопровождается кислотным рефлюксом, есть вероятность гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, когда желудочная кислота поднимается вверх по пищеводу. Кстати, пищевод эта трубка, соединяющая рот и желудок. Данное расстройство приводит к болям и весьма неприятному привкусу во рту. Фу. Не забудьте обратиться к гастроэнтерологу. Эти врачи специализируются на питании и влиянии пищи или ее отсутствие на организм. Вы планируете сесть на диету? Прежде чем ограничивать себя в еде, проконсультируйтесь с дипломированным врачом-диетологом. Продолжайте консультации в течение всего курса голодания. Номер шесть. Зудящая кожа. У всех у нас порой где-нибудь зудит. И какое же это блаженство от души почесать там, где чешется? Без преувеличения речь идет об одном из самых приятных ощущений, доступных человеку. Однако, если ваша кожа зудит постоянно, это может быть тревожным сигналом. Вполне возможно, что у вас симптомы диабета. Но не спешите паниковать. Существуют и другие объяснения. Чаще всего зудящие пятна на коже возникают от укусов насекомых или в результате легких аллергических реакций на новый лосьон или некачественную ткань. Если же ни одна из этих причин не объясняет чесотку, обратитесь к врачу для обследования. Какому врачу стоит записаться? К эндокринологу. Он проверит уровень сахара в крови и сделает тест на диабет. А вы знали, что когда мы чешемся, это не избавляет нас от зуда? На самом деле мы лишь отвлекаем мозг от одного ощущения, переключаясь на другое. В 2014 году исследования, проведенные Центром по изучению зуда при медицинской школе университета Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе, показали, что при почесывании в мозг поступает гормон серотонин. Так вот это обстоятельство не только не уменьшает, а наоборот усиливает зуд, по крайней мере у мышей. Номер 7. Вы ненавидите закрытые помещения. Может быть, вас просто манят дальние горизонты. Но если вы из тех людей, кто всегда просит открыть окно в общественном транспорте, если вам трудно дышать в закрытом помещении или вы чувствуете клаустрофобию, работая в офисе с запертыми окнами, вам стоит проверить сердце, чтобы исключить риск сердечной недостаточности. Заодно обратите внимание и на щитовидную железу, поскольку есть опасность гипотириоза. Если вам все время душно, вы можете страдать от непереносимости тепла, когда ваше тело не может правильно регулировать свою температуру. Это может быть вызвано приемом лекарств, злоупотреблением кофеином, проблемами с щитовидной железой и некоторыми другими факторами, например, рассеянным склерозом. Для начала вам следует обратиться к кардиологу, чтобы проверить сердце, а затем нанесите визит эндокринологу для осмотра щитовидной железы. Если оба врача не найдут никаких тревожных симптомов, вам все равно стоит пройти общий осмотр, ведь что-то с вашим организмом определенно не так. Номер восемь. Вы не выносите открытых окон. По сути, речь идет о состоянии обратном нетерпимости к закрытым помещениям. Если вы не выносите открытых окон и замерзаете даже летом, то вам необходимо проверить щитовидную железу. Возможно, вашему организму не хватает йода, и этот дефицит может привести к гипотириозу. Неспособность переносить холод может также быть вызвана малокровием, когда в рационе не хватает железа, фибромиалгии или сужением сосудов. Прежде всего, вам нужно записаться к эндокринологу, чтобы он исследовал щитовидную железу. Если со щитовидкой все в порядке, не поленитесь пройти общий медицинский осмотр. Номер 9. Внезапный приступ к лептомании. Что это, у нас объявился новый Робин Год? А если серьезно, внезапное неуважение к закону и стремление украсть что-нибудь маленькое, даже если за эту вещь легко заплатить, может быть первым признаком слабоумия. Особенно, если вы всю жизнь были законопослушным гражданином. К несчастью, вовремя распознать слабоумие и другие похожие заболевания очень непросто. Еще труднее признаться самому себе в наличии недуга и попросить окружающих о помощи. Внимательно следите за собой, а также за своими родными и близкими, в особенности за пожилыми людьми. Страдающий деменцией может даже не осознавать, что он болен. Тем не менее, такому человеку необходима особая забота. Поскольку корни проблемы могут быть как физическими, так и психологическими, проконсультируйтесь с рядом специалистов. Запишитесь на прием к неврологу, чтобы провериться на наличие слабоумия, а также к терапевту или психиатру, чтобы научиться когнитивно-поведенческим методам борьбы с клептоманией. Если врачи обнаружат признаки деменции, следуйте их инструкциям, чтобы свести ее проявление к минимуму. Ни в коем случае не отказывайтесь от помощи, даже если считаете, что она вам не нужна. Номер 10. Изменения в состоянии ногтей. И снова ноги, предупреждающие нас о грядущей опасности. Но на этот раз руки тоже могут помочь. Если вы заметили, что ваши ногти меняют форму, к примеру, становятся толще и шире, это может указывать на неполадки с легкими или сердцем. Данное явление, именуемое симптомом барабанных палочек, не совсем болезнь. Скорее, это результат патологических процессов, которые могут быть вызваны рядом заболеваний. Чаще всего речь идет о проблемах с легкими или сердцем, но иногда также о сбоях кишечника, печени или щитовидной железы. К какому врачу стоит обратиться? Для начала запишитесь к кардиологу, он сделает полное физическое обследование. Затем посетите участкового терапевта, чтобы выявить другие возможные заболевания. Безусловно, барабанные пальцы – это ненормально. Такое расстройство может говорить о серьезных недугах. А теперь немного занятных бонусных фактов. Древнегреческий врач Гиппократ, часто именуемый отцом медицины, считается первым, кто открыл и описал симптом барабанных палочек. Почти 2500 лет назад он идентифицировал это явление как признак скрытых заболеваний. Именно поэтому барабанные пальцы иногда называют пальцами Гиппократа. Уверен, что он был бы в восторге. Возможно, вы знаете о каких-нибудь других изменениях в организме, которые говорят о проблемах со здоровьем. Расскажите о них в комментариях. Не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться этим видео с друзьями. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы узнать еще больше полезной информации. Будьте с нами на Эдме.